ну чё колбаску такой да салями давай я не помню какую в прошлый раз брал не помнишь ну возьми такой если понравилось возьми такую беда вот порезанная есть 5,94 порезана там эти всякие красная появилась подешевле она была дороже она была 5 чем-то стало 4,47 2,27 вот у нас Булочку какую-нибудь, не знаю, а багетик можно французский, да. Итальянский, наверное, да? Вот я вижу френч, френч бред, вот он. А, ну Оксана, это слайс, это порезанный, а я, ну вот он, так вот он, ты его и брала, нет? Да, вот он, слайс, плен, френч бред, типа порезанный, простой французский багет. Они еще по запеченности разные бывают, более запеченные я взял, там бывают, менее запеченные. Так, креветки нам надо взять, давай. Креветки, вот они. Медиум, да, как обычно. Медиум, да. Медиум, да. А это белая, белая. А это красная, мята, пахнет мятой, друзья, мята продается, по чем она? Друзья, со всеми приветствуюсь, здороваюсь, сейчас Оксана тоже с вами поздоровается. Вот так вот ходим, так ходим мы, соблюдаем дистанцию, вот Оксана. Все, вот тут у нас зелень, друзья. Грибочки еще надо грять. Грибочки, ну вот грибочки разные, друзья. Вот эти поароматнее. Вот эти поароматнее? Да. Ну и бери, которые поароматнее. Ну давайте вот эти возьмем, цельные. Цельные возьмем, да, чтобы от дома запарить. 2,08, 2 доллара стоит, друзья. Лук нужен тебе? 50 центов лук. Да нет, ну мне нужен, Саша. Огурец? Я вот не знаю, может быть сделать это, голубцок, не пойму. А это что у нас, редька, да? Даже не знаю, Саша. Это редька, или репа. Но на репу не похоже. Рута-багаз. И он в этом, воске-воске. Рута-багаз, воске, да? А, это чтобы он не попортился. Рута-багаз. Вот очень популярная. Вот это я всегда покупаю, друзья, рекламирую. Если хотите быть здоровыми, чтобы не было никаких опухолей, воспалений и твердых образований, хорошо гонит кровь, если говорить народным языком. Хорошо разжижает все затвердевшие всякие штуки. Ешьте имбирь. Это имбирь, друзья, имбирь. В любом виде ешьте имбирь. Даже натирать просто можно. Даже натирать кожу. Что-то, не дай бог, там что-то нужно натирать. Натирать кожу, есть внутрь сырым, заваривать. Очень рекламирую. Это просто одно из очень хороших, чудесных растений, которое убирает различные твердые образования, которые у людей бывают из-за недостаточного омывания крови. Это что у нас? Спаржа. Спаржа? Аспарагус. Аспарагус. Это очень и тоже ощелачивает организм, поэтому очень полезный. Друзья, для того, чтобы у вас был ощелоченный организм. Ешьте аспарагус. Может, там кто-то тоже сразу сделать? Да, надо... Ну, давай возьмем. Синенький. Друзья, у меня мама просто... Мама, она до самых преклонных лет, она умерла на 82-м году жизни и очень хорошо себя всегда чувствовала. Она как бы сторонник, приверженец правильного питания. Многому меня научила. Многое знаю, многое применяю. Отдельная тема. Может, когда-нибудь получится вести какой-нибудь канал. Так что вот так, друзья. Вот этот тоже хороший, да, у нас? Ну, и, наверное, это, да, это, конечно, это популярное сахар. Что у нас? В ровном. А доллар 48, он доступный кафон. Вообще доступный. Доллар 48 за ЛБ, за фунт. Капуску? Мы хотели или голубцы сделать, или перец, не знаю. Это у нас малина? Да. Малина в декабре. Малина в декабре, друзья. Ну, почти в декабре еще. Ну, почти в декабре. Две недели осталось. Еще ноябрь. Ну, такая свежая малина. Вот. Цена у нее, конечно, 5 долларов. Вот, 5 долларов. Но это доступно для зарплат, которые здесь платят. Есть еще клубника. Сколько? Лотоку такой, да? Вот такой лоток, друзья. Ну, где-то... Сколько здесь? 10 минут. Это большой лоток. Кило? Пахнет, кстати. Наверное, килограмм, по ощущениям, друзья. Не хочу глаза ломать на упаковку. Наверное, килограмм, где-то или около того. 5,66. 5,66. 5,66. Почти килограмм. Есть маленькие, поменьше, наверное. Килограмм, да? Я по блинам. У меня блины там самые маленькие. Были когда-то. Сейчас уже нету. На штангу я имею в виду. Я взял сразу, говорю, килограмм, наверное. Помню, блины килограммовые. Это полкило. Полкило. У меня сейчас самые маленькие блины были последний раз 5 килограмм. А потом я, когда уезжал, штангу продал, друзья. Думаю, как же ее тащить, эту штангу под 100 килограмм. В самолете или в контейнере морем. А мне Оксана говорит, здрасте. Ты, говорит, ее продай хоть как-нибудь. А там себе купишь. А я говорю, а там есть. Она говорит, нет, вот все есть, а штанги в Америке нет. Вот. Ну, приехал, друзья, еще штангу не купил, а купил по 35 по 35 фунтов купил гантели. Ну, это 16 килограмм каждая гантелька. Каждая гантеля по 16 килограмм мне хватает пока. А вы попробуйте, друзья, взять две гантели по 16 килограмм и поделать на бицепс или на трицепс. Правильно, изолировано. Хватает, хватает. Виноград. Розовый виноград, друзья. Друзья, в маске, извиняюсь за дикцию, понятно, непонятно, стараюсь. Шляпу кто-то забыл. Кто-то забыл шляпу. Что, пойдем дальше. То, что у нас очень дорого, у нас один пучок стоил там, небольшой пучок, ну, где-то грамм 50 стоило, когда мы уезжали, 120 рублей. А здесь вот такая большая. Считай, 500 грамм. Да. 4 доллара. Шпинат. Тоже это очень, это поливный. Тоже ощелачивает. Друзья, вот шпинат 3,66. Шпинат 3,66, полкило. Тоже хорошо ощелачивает организм. Есть такая кукурузка, есть кукурузка, которую чистить надо. Есть вот замороженная брокколи. Ну, как бы так, слегка она замороженная. Нет, это не замороженная. Не замороженная? Просто охлажденная, да? Это свежая все, да. А, свежая в пакетах, извиняюсь. Это же, это как, эти, саматы. Готовая, да, нарезанная? Да, готовая. Бананы меня всегда шокировали. Что меня шокировало в Америке? В Америке меня шокировали бананы. Друзья, 46 центов. 46 центов за фунт. ЛБ, когда не пишут ЛБ. Это фунт. Это фунт 456 или 454 грамма. Органик, пожалуйста. Рыбу, рыба у нас есть, да? Как хлебцы, да? Фруктовый, фруктовый кекс. Фруктовый кекс. Шербет, может, на обратном пути, а он растает у тебя. Берем, друзья, это все, вот, почти замороженные продукты, это все мороженое, друзья. Шербет, Оксана, берет, он без молока, чтобы никаких там бурлений, кишеней, бурлений в кишечнике не было. Он, как бы, вода и сок замороженный. Это шербет у них называется. Вода и замороженный сок. Он легче, чем мороженое, без молока, как бы. Ну, вот так вот, друзья. Вот эти. Что это у нас? А, это они делают сюда, что-нибудь заворачивают, да? Да, заворачивают. Такие лепешечки, это как мексиканская еда считается. Вот они заворачивают любые начинки. Начинки любые делаете, заворачиваете такие в лепехи. Такие, конечно, популярные чипсы эти, кукурузные. Ага. Это все мясо у нас, друзья. Мясо, я бы сказал, дешевое в Америке. Оно разное бывает, друзья. Бывает совсем дешевое, среднее, дорогое, но относительно России все дешево. У нас сегодня есть мясо, поэтому, не знаю, сейчас, может, Оксана что-то посмотрит. А, вот ты искала, да, ножки? На холодец, на холодец. Надо холодец делать. В зиме, в зиме надо. Хотим холодец сделать, друзья. Хотим холодец сделать. Глянь, какие наборы продаются. Первый раз увидел. Ну, это как на гриль. А, нет, не на гриль, а вот. Ну, это вот запекаешь, да, мясо запекаешь. Это мясо кусок. С овощами. С овощами. Картошечка, морковочка. Сразу запекаешь. А сколько стоит? Я думаю, что не... Это не 2,48. Цены нету, друзья. Я думаю, оно... Подороже. Не может 2,48 стоить. Подороже. Ну, вот смотрите, на вскидку ребра. Вот такая пачка. Ребрышки. Друзья, смотрим цену. 17,93. Премиум порк. Премиальная... Премиальная свинина. Ребра. Ну, по ощущениям... Килограмма 3, наверное. Есть побольше. Вот побольше кусок. 17,58. Не, а также он весит просто более тоненький, широкий. Друзья... Что-то хотел сказать, из головы вылетело. 17,53, да, вот ребра. Вы не забывайте, что здесь минимальная оплата труда в районе 8 долларов в Америке. В разных штатах по-разному. В Нью-Йорке, по-моему, 12 было долларов. 12 долларов. По-моему, хотели к 15 подтянуть в Нью-Йорке минималку. Сейчас в таких самых захудалых штатах 8 долларов минималка. В час, в час. Это запекатель на День Благодарения. А, у нас, друзья, в четверг. Большая, огромная. Может, купим? Не-не. Не отдавится. 36 долларов. А вон там вообще... Доллар 58, это за фунт. Видите, доллар 58 за ЛБ. Вот ЛБ. Доллар 58. За полкило. За полкило. За фунт. Доллар 58, 15, 27. Индейка громадная. Громадная идейка. Мы в прошлом году делали. А с Оксаной сделали в прошлом году. И не доели. Не доели. Не доели они. Пол индейки не доели, выбросили. Втроем не смогли съесть индейку. Ну, вкус такой немножко специфический. Как бы, не курица, не курица. Мы не привыкли. Мы не привыкли. Пол индейки не доели. Пропало, пришлось выбросить. Непривычный вкус, друзья. Скажу честно. Пол индейки мы осилили втроем. Вот. Для нас. Кручу Оксану на вторую индейку сегодня, чтобы сделала в этом году второй раз. Она не крутится, не хочет делать. Вот такие слайсами нарезанная. Слайсами нарезанная. Бекон. 8,68. Все, беконы у нас пошли. Бекон. Колбаски всякие тут. Сосиски. Вот 3 доллара, друзья. 3 доллара вот такая колбаса. То есть, за час работы в Америке 3 доллара, да? 3 доллара. Минималка 8 долларов в час. Но люди обычно многие больше получают. За час вы вот такие 3 штуки зарабатываете. За час вы заработаете 3 польские колбасы. Угу, иду. Это да, как свинина сделана. Ой, подержи-ка. Какая она? Копченая, да? Ой, не могу, подержи-ка. Копченая. Ну, копченая, как бы, да. А, ну, смокер. 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 Ну, большая. Килограмм. Угу. Угу. Скорова. Килограмм. Ну, сколько там в ней? Килограмм. 20 лб. Я хотел... 10 килограмм. Ой. Я хотел сказать, 10 килограмм, наверное. Ха-ха-ха. 10 килограмм, друзья, 30 долларов. Угу. Подожди, а как ее там? Покажи. Вот. Угу. А что покажете? А вот с той стороны. Харди Вудс Мокт. Копченая свинина. Слайсами режешь, слайсами. Какое-то приспособление у них что? И оно режет слайсами. Может приспособление или как-то туда вставляют что-то. Ну, то есть, здесь все, кусками продают вот здесь. Видите, здоровая какая, все, все, кусочками. Да, вот это. Вот поменьше, друзья. Турки. 13 долларов. Угу. Это чуть другого, мне кажется, копчения. Это другое копчение, хам, хэм. Ага. Давай. Ага. Это все здесь идут колбасы, сосиски и сыры, сыры. Вот они, турки, индейки. Ой, громадные тоже. 35 долларов, друзья. Громадная 35 долларов, громадина. Весит 22 фунта. 22 фунта по 454 грамма. Не помню, все время забавили, 456 грамма. Ну, полкило, 22. 11 килограмм. 11 килограмм, индейка. 11 килограммовая. Как вам? За 35. За 35 долларов 11 килограмм. Возьми на гороховой копчености. Слушай, а нету как сало, которое мы с Маськой едим. Я с кошкой ем одну и ту же еду, друзья. Она вот тут такое сальцо иногда продают. Сальцо. Да вот тоже не вижу, по-моему, нету. Такими кусочками сальцо продают. И вот, по-моему, сейчас нет. И мы с моей кошкой, с моей Масей вместе едим. Последний раз понюхала, отвернулась, не стала есть, друзья. Лапой дергает. Она не только отворачивается, она еще лапой дергает. Так, знаете, как будто она куда-то вляпалась на что-то неприятное. А я навернул, съел сальца. Хорошо. Сегодня нету. Ну, такие популярные еще здесь. Вот вам кусочек нарезаю, тут такой. Вон так, несколько здесь кусочков. Слайсами порезан, друзья, слайсами. Стоит, сейчас покажу, сколько стоит. 6,99. Есть другого вида. Поменьше. 3,54. 0,92 ЛБ. Ну, то есть, 400 грамм здесь где-то. 400 грамм. Чуть меньше, чем полкило. Грамм 400. 3,94 стоит. Взяли кусок себе, на хлеб положили, съели с чаем. Все, и радостные пошли. Ну, если вы не завернутый сторонник здорового питания, не солнцеед и не питаетесь атмосферой и солнцем. Или там, ну, например, вы сыроед, вегетарианец. А так, очень много всего. Что-то Оксана нашла. Нет, это просто такие новогодние стали это выпускать. Чиз, сыры, да? Это сыры, видишь, так и выпиваешь, и там разные сыры лежат. Вот они здесь записали. Чеддер, джалапеньо, это будет такой острый. Пепер, да? Острый. Шарп, чеддер. Моцарелла. Моцарелла, твердый чеддер. Четыре вида. Друзья, у нас сегодня, по-моему, суббота. Я чуть-чуть потерялся в днях. Сегодня суббота. Если не ошибаюсь. И следующий четверг, это 4-й, 4-й четверг ноября. 4-й четверг ноября утвердил окончательно, по-моему, Рузвельт. Ну, точно могу, могу, может быть, ошибиться. По-моему, Рузвельт то ли перед Второй мировой войной, то ли после Первой мировой войны окончательно утвердил дату, когда праздновать День Благодарения. 4-й четверг ноября. И вот у нас через 4 дня будет день благодарения. Вот тесто, друзья, тесто. Бисквиты, вот 8 больших бисквитов получится. Да? Да, это вот так открывается. Я, правда, ни разу не делала, но вот знаю, что это тесто так делается. Сырые, друзья. Я вот когда приехал, вот за 5,98 покупал. Вот такое сыр за 2,98 покупал. Вот такой. Не знаю, я думаю, что ценники перепутаны. Вот 7,98 большой. Сыр такой, ну как он похож, на брынзу нашу, да? Такой он как бы мягкий. Больше сливочный. 7,98, но больше сливочный. Кефир. Да, я понял. Кефир 2,78. Взять не надо. Обычно берем кефир за 2,78. Сейчас Оксана говорит, не надо. Тут молочка пошла, все молочное. Мы пошли за креветками в массе и за водой, а этому уже параллельно. Это сладкий чай, друзья. Яйца у нас есть. Очень много они апельсинового вот этого сока пьют. У них разве-то как бы апельсиновый сок, но он не резкий, хороший, как бы такой натуральный. Да, друзья, вот этот сок, он у них здесь не резкий, не кислый. Не резкий, не режет ничего. Почему? Мы когда сейчас расскажем, друзья. Пойду сметаной возьму. Sorry. 62. 62. 62. Друзья, взял за 1,37 сметана большая. И есть у них небольшая сметана еще. 92 цента. Я взял большую, большую. За 1,37. Есть поменьше за 92 цента. Сметанка поменьше. Яйца разные. Отдельная тема. Можете взять за 2,82. Дюжина по 12 штук. А можете взять за 5,74. Органик. Кстати, хорошее предложение. Здесь 18 штук. 5,74, друзья. Это хорошая цена. Органический. Оксан, нам яйца не нужны 5,74? Пока, говорит, нет. Не нужны. Молоко. Друзья, молоко вот так вот у них продают. Алмонд Милк покажи, который застой. Друзья, да. Алмонд Милк. Это вода. Вода Айсис. Вода с этим. Вода с... Это кокосовая. А, вода с растолченым... Алмонд. А как по-русски алмонд? Это миндаль. Это миндаль. Миндаль. Растолченый миндаль. Растолченый миндаль с водой. Но очень вкусный. Да. Не знаю, насколько полезный. Это ванильный, а вот есть оригинал. Бывает, сейчас нет. А вот есть оригинал. Вот такой. Это ванила? Он сладкий будет? Да. А есть, друзья... Лучше брать оригинал. Лучше брать оригинал, друзья. Ну да, у всех вкусно. Вот видишь, оригинал. Он будет не сладкий, нормальный. 60 калорий вот он и... Он без молока. Здесь молока нет. Если у вас реакция на лактозу плохая, то вы покупаете вот эту водичку с растолченным густым таким алмондом. Вкусная. 2 доллара. 2.56 вот это. Оригинал. Так в нем сколько там? Я не знаю. Литр, полтора. Литра, полтора, наверное. 2 литра, наверное. А может и 2 литра. Очень доступно здесь, друзья. Вот есть, смотри. О, это овсянка. Из овсяного. Овсянка есть. Да. Есть кешью. Кешью и алманд. Да. И есть коконат. Коконат, друзья. Кокос. 2.78 все удовольствие. Опейтесь хоть. 3.38. 3.38. Очень доступно. А это вот как бы с шоколадом уже. Ну да, это уже пошли. Как врач не рекомендует, друзья, шоколад такой пить. Потому что, ну, очень калорийно и очень сладко. А сколько, 10 штучек взять, Окса? Слушай, а тут пошла уже какая-то другая, глянь. Ну, питьевая тоже. Друзья, вода стоит 60 центов. 60 центов баночка. Говорят, что в нашей местности вода как бы жесткая считается. Местные аборигены, говорят жители, что вода жесткая. И могут образовываться всякие камни в почках и так далее. Поэтому покупаем такую. Оксана еще хлорку слышит. Очень сильно, говорит, хлорка. Ну, я не слышу вообще, она слышит. Мед. Мед. Ну, вот 2,98 мы обычно берем, такой маленький. Иногда берем вот этот большой. 8,47. 8,47 вот такая большая банка. И 2,98 маленькая баночка. Такой медвежонок. Но если много меда есть, друзья, мне кажется, если выпить много вот таких баночек, то можно превратиться в медвежонку. Возьмем, да? С зеленым чаем, да, мы его? Потерял Оксану я. Пойдем искать, друзья. Так, тут у нас хлеб, 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 хлеб. Чипсы, пудинги. Тут все, как бы, к спортивному такому. Орехи, орехи, мега-омега. High energy. Орехи, орехи, орехи. Шоколадные батончики, протеин, фисташки. Стал здесь, в Америке, покупать, друзья, фисташки себе. Ну, такая громадная упаковка. 9,94. Могу позволить. А в России не получалось, скажем так. Так, потеряли мы Оксану. Здесь у них фармацевтика. Ну, то, что без рецепта можно, вот. Витамин D. Солнечный свет. В таблетках. Пальметто. Это, вон она, Оксана. Пальметто, это, по-моему, хорошо для, у кого простатит, если не ошибаюсь. Геморрой, простатит, по-моему. Если что, поправьте меня, насколько я помню. Так. Что это у нас? Фастбол. А, держать телефон, как бы это, держатель для телефона. Ну, вот так, друзья, вот, видите, здоровое питание. Я взял 6 баночек, а можно было 10 или 20 взять. Так что, не говорите, что я неправильно питаюсь. Здесь у нас, друзья, бумага, салфетки, пакеты, одноразовая посуда. Здесь у нас туалетная бумага. Кстати, нету той, которую мы берем. Она хорошая, качественная, но недорогая. Нету сегодня. Корма для животных пошли. Различные. Мася у нас ест совсем мало видов. Она вот это изобилие ничего не ест. Все лапой трясет. И отворачивается. Выбрала себе 2-3 вида, которые ест. Попробую посмотреть сейчас. Есть он. Не всегда бывает. Тюна, тюна, это красная рыбка в деликатном соусе. Ура, есть. Ура, есть. Вот, только вот это. То есть они... Сейчас достану. То есть вот, только вот она. Тюна. Тюна флорентийская in delicate соус, да. Ну, патимикс она вот такой тоже любит. Патимикс ест. Но это хрустики, хрустяхи. Надо взять. А сколько взять? 3-4 штучки. Ну, 4 возьмите. 3. Вот это колбаски. Четыре колбаски-палочки. А ты думаешь, там есть? Вот. Другого вида какого-то. Какого? Почитай, что-то. Чикин. Как раз хорошо. Чикин, да? Да, вот я возьмем. Таким тоже ей нравится. Как будто салями она ест. Как будто салями для кошек, друзья. Все. Не знаю, может что-нибудь попробовать? Ну, мы иногда берем, да, возьми какую-нибудь. Мы берем еще другого вида иногда. Она как-то... Ну, пока вот не угодили, друзья. Не угадайте. Возьми какую-нибудь, может, я не знаю. Вот эти супы тоже как-то... Салман, ресайп, кусочки типа салмана. Картошка, сладкая, свит-потейта. Не знаю. Салмана. Не угадаешь, будет. Салмана она не хочет. Турки. Турки, не знаю. Будет турки. Турки, не знаю, тоже. Чикин. Давай чикин попробуй, нет? Чикин и салман вместе. Ну, давай попробуем. Греви, греви это. Греви, греви, не знаю. А по кусочкам или этими? Слово что-то знакомое, но не знаю, его не вспомню. Вот эти она не стала. Не стала чикин? Вот такие вот, знаешь, это как паста, ну, как соста. А, выдавливать? Да, не стала. Ну, давайте вот эту попробуем. Салмана и чикин. Давай возьмем. Может, она будет? На пробу. И здесь пошли, друзья, эти у нас хостовары. Хостовары и электроника. Это полмагазина, еще будет хостоваров. Там и электроники. Хостовары там типа, ну... Это она любит, кстати. У нас есть еще. Есть, есть. Я сегодня давал, и она уже, что их не особо. Спасибо. Спасибо.